всем привет это я аленчик добро пожаловать на мой канал и в прошлом видео я делала преображение ванной комнаты сейчас мы будем делать преображение и трансформацию туалета поверьте на слово здесь было что делать кажется что нечего хочу в первую очередь снять наклейки отмыть все это дело и потом вы посмотрите что я и как сделала предыдущем видео по трансформации ванной если кстати вы не видели это видео посмотрите пожалуйста по ссылке в описании значит я распаковала коврики для ванной комнаты и для туалета и в том числе и шторку там еще кое-что но уже посмотрите из этого набора я забираю маленький коврик для ног и вот эту вот накладку на резинках на крышку от сидушки унитаза у всех ковриков очень приятное покрытие очень хорошее качество есть защита от скольжения мне все нравится и я все это заказала еще раз повторюсь магазине new chic ссылка на этот товар будет в описании под этим видео хочу признаться что я после первого набора ковриков заказала еще и второе потому что мне очень понравилось качество они будут у меня смены и тем более таких больше нигде не найду и как вы видели у меня в туалете значит висел вот такой органайзер которая когда-то сделала своими руками верхней секции я хранила сам рулон туалетной бумаги во второй секции у меня были влажные салфетки и в нижней уже средства для гигиены для личной гигиены и давайте немножко разберем все это дело то есть я сниму сейчас вот эти вот направляющие из бечевки освобожу их от коробочек и дальше я самым живодерским способом буду их разбирать вы можете мне спросить почему я использую эти же коробочки хотя могла бы взять другие у меня все ушло на кухню то есть вы кто следит за мной знаете что я использовал очень много ведерочек коробочек то есть у меня ничего не осталось кроме этих и так как я здесь ткань приклеивала на термоклей не нужно было его немножко разогреть перед тем как отдирать и обдирать все это дело в той же последовательности как я и приклеивала и кстати кто не видел переделку кухни зала и так далее у меня есть плейлист как переделать и сделать все красиво на съемной квартире если что заходите туда и вы увидите в какой цветовой гамме я собирала именно эту съемную квартиру ну и другую тоже в которой жила значит там видно всю мою попею то есть так масштабно я еще все не переделывала и получается что в этой съемной квартире у меня остался только балкон ну может я еще добью а так я все переделал даже коридор коридор кстати я уже начала переделывать есть уже отдельное видео и завтра я просто будут добивать его то есть вам тоже понравится какие-то идеи наверняка что-то я заболталась в общем я выбрала для переделки этого органайзера два цвета желтый и темно-синий это остатки после того как я переобтянула кресло для зала и один стул для спальни тоже есть отдельное видео и сейчас мы из части желтой ткани сделали донышко с припусками на 2 сантиметра и сейчас получается я режу по нитке полоску ткани которая потом обтянет по контуру по внешнему периметру так сказать всю коробочку как вы поняли я методом наложения просто примерила все то есть я не вымеряла сантиметровой лентой и отметила себе где начинать где заканчивать резать и в принципе у нас получается ровная полосочка кстати ее я взяла с припусками где-то на три сантиметра больше для того чтобы потом ее подшить я покажу уже чуть попозже сейчас мы будем приклеивать донышко потом нам нужно подклеить все припуски по краям и с помощью бечевки мы будем делать такую отделку по нижней части коробочки во первых мы прикроем срезы и во вторых это будет красиво намотала я все это дело где-то два сантиметра просто срезаю ниточку и все теперь мы беремся за ту полосочку кто мы резали и я бы таким образом проложила строчку то есть загнула наизнанку по полтора сантиметра а саму строчку от края проложила на 5 миллиметров теперь главное эту полосочку приклеить аккуратно чтобы она так сказать ровно легла на не очень правильную форму самой коробочки но главное все натянуть и там уже как получится конечном итоге должно выйти все красивенько и останется просто спрятать уже срезы там где они пересекаются вот таким образом как я показываю на экране в подгибку и мы сделаем с вами вернее я сделаю две такие желтые коробочки и одну синюю и хочу попросить вас поставить лайк к этому видео подписаться на мой канал если вы не подписаны и подписаться на второй канал который называется аленкины самоделки life я буду с вами там рада общаться переписываться буду вас всех там ждать вот вам и результат первой желтой коробочки и сейчас вам покажу как я переделаю синюю то есть мы также все вырезаем донышко полосочку обстрачиваем то есть я проложила строчку более контрастного цвета надо было наверное и на желтых тоже так делать остается их продеть вы направляющие из бечевки как было до этого и в принципе у меня все думаю с этими направляющими с этой бечевкой и так все понятно как она держится но если непонятно сейчас быстренько объясню то есть вокруг коробочки верхней части вы делаете 6 7 или 8 витков завязываете все это дело на бантик а сами вертикальные вот эти вот веревки нарезаете ровно по размеру и допустим вы сверху там завязали узелок общий и уже по углам буквально на один узел вы завязываете вокруг коробочки по ее четырем сторонам а в самом низу их можно оставить свободными в общем как я их дело первоначально есть видео правда снятое на телефон я на старое старое но если кому нужно скажите я вам скину ссылку и там будет видно как я его с нуля этот органайзер собирала в общем давайте заканчивать уже эту переделку расставляем все что нужно в коробочке и начинаем наконец-то сборку туалетной комнаты значит я все отмыла сняла все наклейки какие были на унитазе и сейчас мы этот исходный материал заполним тем что я купила и что я сделала это что заказала в магазине ньюшик в общем я показываю что у меня все чистенько но что интересно у меня нету крышки от вот этой вот накладки на унитаз но как говорится не пропадать же добру за счет широкой нижней резиночки я эту накладку натянула легко на наш бачок и теперь у меня красивенько все в комплекте более того я купила для туалетной комнаты вот такую вот корзину туда и буду складывать сами рулоны туалетной бумаги а это конечно же уже для отходов так сказать для использованной бумаги и вообще по хорошему надо было снять эти цветастые этикетки но я попозже это сделаем и я накупила кучу полотенец желтого серого цвета и нашила на них петельки вот с этой стороны было два металлических крючка причем не мы их устанавливали они уже были и соответственно я их правильно использую как мне нужно и возможно их также использовали до меня и принципе я почти закончилась этой комнаты осталось только туда ёршик занести который уже был кстати серого цвета как раз удачненько так по цвету и все я закончила лично мне нравится результат стало все удобнее то есть я не ставлю больше рулоны туалетной бумаги там где-то за унитаз там туда далеко то есть у меня все под рукой все что нужно и у меня не бегающий коврик вот кстати демонстрирую что у меня два набора то есть я не вру я конечно их могу так и объединить чтобы было потеплее но я думаю что я буду использовать каждый набор по отдельности и я надеюсь вам вообще трансформации туалета и ванной комнаты понравилось и я буду ждать ваши комментарии а на этом я с вами прощаюсь желаем всего самого-самого хорошего с вами была я аленчик до новых встреч и пока